Ну что ж, друзья мои, у нас в гостях на фестивале Мастера Сада Фест 2021 знаменитая Александра Пастнова, звездный блогер, автор замечательного канала Закоренелый цветочник и руководитель компании Flors.ru. Александра, говорят, что в зеленую отрасль приходят не за деньгами, не за славой, не за властью, а это веление сердца. Скажите, что вас привело в наш зеленый мир? Екатерина, мне на самом деле очень интересно, где ты слышала такое высказывание, потому что моя практика 17 лет занятий бизнесом говорит о том, что люди идут в цветы за деньгами. Потому что есть такой миф, что цветы – это легкие деньги. Когда я начинала заниматься цветочным бизнесом, я о деньгах не думала вообще. Вообще, я считаю, что все бизнес-книги говорят о том, что лучший бизнес – это когда у тебя действительно веление души. В далеком 2004-м я занималась комнатным доставодством и поняла, что в Москве и Московской области нет цветочных магазинов, которые бы удовлетворяли моим личным запросам. И я решила, что такому магазину быть. Замечательно. Скажите, что же самое сложное в должности, в профессии блогера? Ведь это постоянные эфиры, записи. Как вы все это успеваете? Ты знаешь, я, наверное, очень ленивый блогер. То есть я очень редко провожу эфиры, примерно раз в два месяца. Так как у меня YouTube-канал – основной ресурс, где я веду блог, то это видеосъемки. У меня просто выделен один день в неделю, в течение которого я записываю от 6 до 15 роликов. Таким образом, я радую своих зрителей роликам каждый день. Как вы думаете, какие личные качества позволили стать вам звездой зеленой отрасли? Ну, звездой ты меня, конечно, очень смущаешь. Я еще пока не звезда, но я к этому стремлюсь. То есть качество, на самом деле, для любого блогера, для любого бизнесмена – это вера в себя, вера в то, что то, что ты делаешь, оно нужно людям. И безумная работоспособность – не мне тебе об этом говорить. То есть это 24 на 7, когда ты живешь тем, что ты делаешь. Какой совет или пожелание ты дашь для наших участников фестиваля, для тех, кто будет смотреть нас онлайн, оффлайн? Вы знаете, в современном мире, наверное, уже люди устают от этой вечной спешки, от вечной беготни. Мой совет – ищите то, на что у вас душа откликается, от чего у вас глаза горят, и ради чего вам хочется вставать утром каждый день. Не важно, что это цветы, коты, птички, разведение червячков. Это не имеет никакого значения рисование иллюстрации для книг. Вот если это то, что наполняет вас радостью, наполняет вас энергией, и вот в это нужно вкладываться, в это нужно лить время, свою энергию, и тогда это будет такой очень полноценный взаимообмен. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее за тем, что тебе не нравится. Твои впечатления о мастера сада ФС-2021 и что бы хотела увидеть на 2022? Ну, ты знаешь, мы снимаем в самом начале, я могу сказать, что я первый раз у тебя в гостях, потрясающий садовник, мне, конечно, хочется купить вообще все, но я понимаю, что мне некогда, но мы потом поговорим, кто бы мог это еще ухаживать за этим садом, который здесь будет все куплено. Делаем сад малого ухода. Вот, ну еще желательно, чтобы этот малого уход делали вы сами. Хорошо. Мы с тобой это обсудим. Потрясающая организация, очень все, на высшем уровне. Я прям очень хочу узнать, как тебе это удалось, но мое восхищение, преклонение, ты большая молодец. И я думаю, что просто в следующем году будет еще больше участников, потому что это первый опыт, да, такой у тебя. И люди, поняв, как здесь классно все организовано, будут советовать своим друзьям, знакомым приходить уже в большем объезде. Ждем тебя обязательно в гости на мастера сада ФС-2022. И большой привет подписчикам канала «Закоренелый цветочник». Друзья мои, спасибо, что вы были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok